Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Остальные видят ночь, когда Петербург чествует Виктора Цоя. Лето кончалось, надежд больше не было. Он погиб мгновенно, вот здесь, на слепом повороте, в нескольких десятках километров от Риги. То ли уснул за рулём, то ли отвлёкся. Когда, к сожалению, случилась эта трагедия и авария, то я тоже был на этом месте. И тогда познакомился и увидел водителя Икаруса, в которого врезался москвич Виктора Цоя. И вот почему-то этот человек не выходил у меня долго из головы. Алексей Учитель сейчас работает над фильмом о Викторе, в котором попробуют понять, почему и спустя 30 лет его изображают на трансформаторных будках, портреты печатают на передовицах газет, почему страна не услышала слова «прощай». Чем он больше всего в жизни своей дорожил, он дорожил своими песнями. Ему хотелось их петь, свои песни, их сочинять. И всё, что крутилось вокруг этих песен, имело для него ценность. Всё остальное было так. Фантики и чешуя. С момента гибели прошло уже больше лет, чем он прожил. Цоя ушёл в 28 на пике. Гордый, загадочный, певец и поэт, провозгласивший манифест поколения. Он работал кочегаром в Котельной, которая вошла в историю под названием «Камчатка». Я просто чувствую себя свободным. В конечном счёте свободным. По цоевским местам в Петербурге водят экскурсии. Это сейчас у Рубинштейна главная барная улица Европы. А в 80-х здесь было две точки притяжения. Гастроном. Это было ближайшее место, куда рокеры ходили за портвейным или чем-то покрепче. И ленинградский рок-клуб. Школьникам позволялись такие вольности, как попросить у музыкантов, которые стоят у служебного входа, курят, общаются. Можно ли я принесу вашу гитару? Ну и школьникам это позволяли. Можно с гитарой был служебный вход вместе с группой зайти и попасть уже внутрь ленинградского рок-клуба. В рок-клубе царили Майк и БГ. Кино и Алиса шли вторым эшелоном. Это был очень интересный с точки зрения культурных феноменов. Как бы такой круг людей очень интересных, которые сумели все-таки породить какие-то смыслы при помощи песен, при помощи музыки. Здесь неистовая Джоанна Стингрей влюбилась в ленинградскую музыку. Я смотрела лицо Виктора, и это был какой класс лицо. Это было как искусство. И он стоял очень сильный, его лицо немножко налево. И просто это было сразу магнетика для меня. Это было очень хорошая энергия. Одна из 25 банок с супом с автографами Энди Уорхола, что Стингрей привезла в подарок своим ленинградским друзьям, в эти дни выставлена в художественной галерее на Фонтанке. Наверное, не все знают, что Цой был еще и художником. Хотя для него самого живопись, пожалуй, была не менее важна, чем музыка. Но здесь представлены самые последние работы Виктора. Видно, что тогда его занимала тема дороги. Здесь очень много изображений человека за рулем. И многие усматривают в этом некое мистическое предзнаменование. Первый в Петербурге памятник Цою наконец установлен. Придерживая гитару, музыкант смотрит вдаль. Образ последнего героя, пожалуй, самый растиражированный. Хотя Цой мог быть в равной степени гражданственным и отстраненным, романтичным и депрессивным. Всего он оставил чуть больше ста песен. Не так уж и много, но каждая стала хитом. Все, о чем он писал, оказалось вне времени, важно и востребовано всегда. Цоя нет, но он нужен. И именно поэтому жив.